Бодрое утро в школе номер 7. У ребят волнительный и в то же время радостный день. Сегодня школьники выполняют нормы комплекса «Готов к труду и обороне». В спортзале веселая суета, атмосфера азарта и борьбы. В школе в воспитаниях участвует порядка 600 учеников из 760. Это хорошая заявка и отличный показатель вовлеченности. Из 760 школьников порядка 600 были зарегистрированы на сайте ГТО и имеют свой уникальный идентификационный номер. Основная задача нормативы ГТО заключается в том, чтобы максимально ориентировать граждан, учащихся, вовлекать их в участие в жизни города, активно принимать участие, заниматься физической культурой, спортом. На каждой из площадок вершатся отдельные судьбы. Возможно, у кого-то впереди завоевание значков ГТО. Пока же ребята сосредоточенно выполняют упражнения и настроены, прежде всего, достойно себя проявить и выполнить нормативы. Я хочу поддержать свой образ жизни. Мой любимый урок – это физкультура. На физкультуре мы бегаем, занимаемся, отжимаемся. Мне было сложно делать отжимания, но все-таки я сделал лучше всех. Мне сказали, что у меня будет золотая медаль сам учитель. Мне это очень важно, потому что я хочу, чтобы мной гордились вся школа, и родители родные, и я сам. Я люблю заниматься спортом. Раньше я занималась борьбой, ходила на футбол, гимнастика, танцы. Участники выполнения нормативов ГТО проходят различные испытания. Бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, сгибания и разгибания в упоре лежа на полу, наклоны вперед, прыжки в длину и другие дисциплины. Набор испытаний зависит от возраста претендента и ступени, на которой он находится. Для ребят это отличный способ проверки собственной физической формы, силы воли и своеобразный итог проделанной работы. В связи с тем, что мы первые в городе, которые зарегистрировали более 85% учащихся в этом мероприятии, мы надеемся, что у нас будет очень много последователей в городе. Я думаю, что это позволит вызвать интерес у детей и родителей, и у педагогов к самому вот этому мероприятию, к фестивалю ГТО, к прохождению тестирования ГТО. Отметим, что кроме пользы для здоровья и воспитания силой воли, выполнение норм ГТО дает ученику право получить от 1 до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы и колледжи. Продолжение следует...